МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, здравствуйте. Майкл Макфелл, назначенный на пост посла Соединенных Штатов в Москве, прибыл в столицу нашей Родины прошлую субботу, 14 января. И в полной мере послом еще не сделался. Отсчет посольского служения традиционно ведется от момента вручения дипломатам верительных грамот главе аккредитующего государства. Тем не менее, за столь краткий период, всего 5 дней, считая выходные, новоприбывший дипломат успел попасть в средства массовой информации из страны пребывания. Причем материалы, посвященные ему, носили достаточно критический характер. Скорее всего, это было связано с тем, что в столь краткий срок Макфелл успел сильно нарушить сразу два дипломатических обычая. Во-первых, в период до вручения верительных грамот послу рекомендуется скорее наносить протокольные визиты важным лицам страны пребывания и коллегам-послам, нежели с места в карьер развивать бурную деятельность по приему у себя гражданских активистов страны пребывания. Во-вторых, на тот случай, когда активисты достаточно экзотичны и внесистемны, например, собираются немедленно демонтировать существующий режим, так вот на этот случай уже более века, как существует практика употреблять на это дело дипломатов более низкого ранга, чтобы иметь возможность сказать, что посол или поверенный в делах здесь совершенно ни при чем. Это всего лишь пресс-атташе изучал общественное мнение страны пребывания. В Москве без малого две сотни иностранных посольств, причем среди них имеются посольства весьма мощных и при этом демократических держав, правительства которых вряд ли полностью согласны со всеми особенностями российской внутренней политики. Тем не менее демонстративным нарушением общепринятых дипломатических обычаев прославился один только Макфол, что и вызвало интерес у прессы. Необычное ведь всегда привлекает внимание. Необычность, однако, тем не ограничилась, но еще более усилилась, когда в полемику о дипломатических обычаях и о личности нового назначенца вступил непосредственно Госдепартамент США. Официальная представительница Госдепа Виктория Нуланд заявила в ответ на критические высказывания по поводу Макфола со стороны ряда российских средств массовой информации. Цитирую. «Он в России хорошо известен. Он пытается объяснить россиянам непосредственно через свои Твиттер и Фейсбук, что он является одним из главных экспертов по России. Он был и остается ключевым архитектором президентской политики перезагрузки, благодаря которому мы достигли ряд успехов в укреплении сотрудничества с Россией». Конец цитаты. «Тут не надо быть на таком дипломатических обычаев, чтобы заметить, что в данном случае Госдепартаментом была упущена превосходная возможность промолчать. О том, что Макфол молодец и не дурак, на что упорно обращает внимание официальный представитель Госдепа, уже написано в верительных грамотах, копию которых Макфол вручил нашему замминистру иностранных дел, а оригинал собирается вручить президенту Российской Федерации». «Настойчиво повторять и разъяснять этот тезис вряд ли следует. Если человек постоянно говорит, что он не дурак, у окружающих могут возникнуть на этот счет некоторые сомнения. Таково уж коварное свойство человеческой психики». Но кроме этого общего резона есть и частные доводы, опять же из области дипломатических обычаев. Так сложилось, что не посольское, тем более не министерское это дело вступать в прямую полемику с прессой страны пребывания, тем более с оценочными суждениями этой прессы. Даже советская дипломатия крайне редко прибегала к официальным заявлениям по поводу антисоветской свистопляски в прессе некоторой страны. Потому что на Смоленской площади сидели люди достаточно грамотные, чтобы заранее знать ответ. У нас свобода слова, что хотят, то и пишут, и вообще не ваше дело. При попытке пресечь свистопляску именно такой ответ наши представители и получали. Порой создается впечатление, что для американской дипломатии совершенно свежи все впечатления бытия. И как для ребенка все в новинку. Всего вам хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин